Дарова братаны вы на канале Дивплей меня зовут Евгений и сегодня мы продолжаем проходить пацанское лето рут голоса и возможно сегодня уже даже закончим погнали ну держись чему потлатая он сделал быстрый и резкий удар но пролетел сквозь него опять не опять а снова какого хера я не могу ударить тебя он лишь улыбнулся тебе не дано постичь это пионер резко пропал в воздухе еб твою мать дэвид блэйн и куда он съебался и вдруг семён почувствовал острую боль в животе и сильно закричал очень сильно он поглядел на свое тело из живота на равном месте образовалась кровавая рана не ожидала пионер материализовался перед ним держа в руке нож который был в животе семена изо рта семена начала течь кровь и из живота он плюнул пионеру в лицо кровью на харча пролетелась насквозь как как легко он вытащил нож из раны из раны хлынула кровь он ударил семена с ноги в живот тот упал на спину и резко исчез семён остался лежать на асфальте истекая кровью ничего тебя жизнь не учит сема также он заметил какие-то часы на своей руке чё за этот гад повесил них да это время до твоей смерти о какой-то лапочка на часах истекал таймер ему оставалось 58 минут 40 секунд конечно не медик но что-то мне кажется что от колото резаной раны в животе можно подохнуть быстрее чем за час ну да ладно я же не медик на удача на выжить блять я быстрее бы поверил в адекватность мода и автора мода но если там было на минут десять он сквозь боль закрыл свои глаза и отправился в сказочный мир сновидений горстучи это настолько плохо что даже просто плохо но отчетливо услышал странный диалог пора возвращаться домой уже да настало твое время волнуйся даже еще ты ждал этого пол жизни у тебя есть время таймер да он обретет контроль над телом тогда когда истечет время на таймере понял наступила темнота я уже умера нет ты же пока что яркий свет семён открыл глаза и понял что находится в своей квартире он попытался встать но понял что повествование от лица голоса не может контролировать свое тело голос встал на ноги и взглянул на таймер 45 минут 19 секунд какого хера ты делаешь семён ничего не понимал больше всего его удивило то что голос идет в пионерскую форму а около кровати стоит та самая клетчатая сумка которую ему дала вожатая голос достал пачку сигарет и вытащил оттуда последнюю сигарету пачка закончилась ты шо охуел он смел пачку и выкинул на пол достал из кармана желтый крикет он прикурил сигарету он сразу зашатался после первой затяжки и бать как туманно ты шо собираешься делать голос ничего не ответил он лишь докуривал сигарету а у придурок голос потушил бычоком о пол а пол и поставил стол посреди комнаты рано поутру семён развивался на ветру и типа столов меньше он еще очень мало знаешь по ходу о методах сама выпила я где стул скулями Семён посмеялся. Голос молча сходил в ванную, намочил кусок мыла, принёс его в комнату и кинул на кровать. «Бля, всё равно нихуя не понимаю!» Он взглянул на таймер. Осталось 41 минута 2 секунды. «Чё тебе надо?» «Шо ты от меня хочешь услышать?» Вдруг Семён понял, что он его не слышит. Так же, как и Семён не слышал голос на протяжении многих лет. «Твою ж мать, блядь!» «Ты слышишь меня, говнёк?» Но Семён был шокирован, когда голос сказал «Слышу?» «О, слышишь, значит!» Голос полез в шкаф и начал перебирать всё, что там находится. «И нахуя ты мои шмотки раскидываешь?» «М?» В ответ всё тоже молчание. В молчанку играем. «Скажи хоть что-нибудь, придурок!» «Ублюдок!» «Ублюдок, придурок!» «Шо ты пытаешься найти?» Голос что-то нащупал в шкафу. «Уже нашёл!» «Голос достал верёвку!» «Интересно, а чё...» «Быдлона в шкафу делает верёвка, на которой можно повеситься!» «М?» «Блядь!» «Ты шо, серьёзно ёбаный нахуй?» «Нахуя тебе, бля, верёвка, сука, блядь?» «И вдруг Семён понял!» «Он всё понял!» «Стул, мылая, верёвка!» «Ублюдок!» «Ты не посмеешь!» «Посмеет!» «Голос начал заплетать верёвку в петлюдовку!» «Сукин сын, положи её обратно!» «Ещё как посмею!» «Нахуя тебе это всё?» «Ты не достоин жить!» «Ты биомусор, разлагающий общество!» «Быдло, которое довело девочку до смерти!» «Я тебя ненавижу!» «Так, а я что-то ненавижу свой микрофон!» «Блядь, кажется, его заклинило!» «Да, блядь, его, сука, заклинило!» «Или нет!» «Ай, ёптвою мать, господи!» «Господи!» «Ты...» «Не...» «Блядь, мне что-то показалось, что он в максимум ушёл!» «Фух!» «Сам себя, блядь, сука, напугал!» «Я тебя ненавижу!» «Я могу лишь...» «Толь...» «Жить лишь только в твоём теле!» «Оглядеть на то, как ты поступаешь, просто отвратно!» «Голос заплёл последний узел!» «Я убью не только тебя, но и себя!» «Не, пожалуйста, не делай этого!» «Голос скинул взгляд на таймер!» «38 минут 14 секунд!» «Нахуя тебе это надо?» «Мне надоело всё это!» «Это всё пионер!» «Пионер запудрил тебе мозги!» «Он сказал, что ты наивный, и что он...» «Он...» «Насал тебе в уши!» «Прекрати уже, не смешно!» «Голос затянул верёвку!» «Высоковато, однако!» «Ну ничего, со стулом дотянусь!» «Зачем ты это делаешь?» «Ответь мне!» «Так должно произойти!» «Так происходит не впервые!» «Нельзя нарушать цикл!» «Ты будешь думать, что можно выбраться из своей головы!» «Но нет, не получится!» «И проще умереть, чем терпеть это!» «Тебе не получится нарушать цикл!» «Шо, бля?» «Кто ты такой, чёрт возьми?» «Я, это ты!» «Чё?» «Хуйню не неси, ублюдок сумасшедший!» «Боже, всё поймёшь!» «Просто поймёшь меня!» «Поймёшь, что я был прав!» «Наступила гробовая тишина!» «Оба замолкли!» Семён так и не понял, что имел в виду голос!» А голос тем временем «Просьба не торопитесь! Учитывайтесь каждое предложение, а то проебланите важную часть сюжетной линии» Встал на стул и поднёс петлю к своей голове «Не надо, пожалуйста! Ты ещё можешь всё исправить!» Он не заметил, что затягивал верёвку почти 10 минут Ого! «На таймере 29 минут 49 секунд» «Сукин сын, не вздумай этого делать!» «Я убью тебя!» «Я тебя из-под земли достану!» «Ублюдок, чёртов, не делай этого!» Каждый из нас поступал по-разному, но его ждал один и тот же финал «У тебя всё ещё впереди, голос!» «Шо?» «Желая терпения...» Он засунул голову в петлю Оставалось лишь спрыгнуть со стула Тот самый шаг, который он боялся сделать больше всего «Не надо, ёб твою мать!» «Нахуя?» «Нахуя это?» «Невозможно видеть это дважды!» «Просто невыносимо!» «Я устал сидеть тут!» «Каждый из нас завершает так своё существование!» «Тебя впереди 20 лет, мук и ненависти к самому себе» «Какие нахуй 25 лет, ты совсем ебнулся?» «Ты ещё убьёшь нас!» «Убью я лишь себя...» «Жить полвека много» «Какие нахуй полвека?» «Удачи, голос» «Шо, бля?» «Голос шагнул со стула» «Короче, это такая глубокая мысль о том, что это блядская реинкарнация» «В глазах у Семёна начало... мутнеть» «Он начал задыхаться» «О, ёбок ты убил нас!» «Ты мразь!» «Я тебя ненавижу!» «Наконец-то это закончилось» «Голос издавал последние звуки» «Последний предсмертный хрип» «Его голова побледнела, а он сам перестал подавать признаки жизни» «И?» «Семён понял, что всё ещё видит происходящее» «Голос умер с открытыми глазами» «Твою мать, таймер» «На...» «А как он... как он увидел таймер?» «На нём оставалось 15 минут 11 секунд» «Пионер сказал, что по его истечении я перестану жить» «То есть я перенесусь в своё мертвое тело» «Блядь, я тебя ненавижу» «Голос ублюдок» «Он не голос, он отмочившийся Семён» «А вот теперь ты голос» «Да чё вы какую-то хуйню несете дауна» «Осталось недолго» «Всё поймёшь» «Как же качественно нарисовано» «Бля, он походу этот арт вообще у кого-то покупал» «Такую самому тупо невозможно нарисовать» «Его тело лишь тихонько покачивалось, вися над полом» «И шо там по времени» «Семён успокоился, он понял, что выхода из этой ситуации нету» «Чёртов голос, почему повествование до сих пор от его лица» «Заткни ебало, ты вообще не должен узнать, от кого повествование идёт» «Так что молча, доживай свои 15 минут, потом всё поймёшь» «Автор, да ты хоть подскажи» «Блякви, боже мой, нет, господи, как же это убого» «Блякви, кликайся, осталось недолго» «Окей» «Семён прождал 15 минут» «И вдруг всё побелело перед глазами» «Какого хуя» «Я ничего не вижу» «Включите свет» «Поздравляю, папаша, у вас сын» «У меня сын?» — послышался детский плач. «Твою мать, кто эти люди?» «Ау, меня слышно?» «Дорогая, у нас сын!» «У меня сын родился!» Мужской голос что-то напоминал Семёна. Кого-то напоминал Семёном. Похоже на голос моего батья. Только помоложе. Но Семён ничего не видел. Лишь слышал детский громкий плач около своих ушей. «Да что происходит-то, сука?» «Давай, вижу...» «Ну, мне хотелось бы отдать это право тебе. Вижу, что хочешь...» «Но я... но я и дочь называл...» «Но я и так дочь называл...» «Ты радовался... радовался дочери не менее, чем сыну, поэтому опять даю тебе право дать ему имя!» Второй мужской голос усмехнулся. «Да, мамаша, не везёт вам!» «Мне очень везёт!» «Отец, держа сына на руках и улыбаясь до ушей, кивнул...» «Персоном Семён Семён Семёнович!» «Читайте и запишем на карточке!» «Да этого не может быть!» «Это я...» «Это я родился!» «Да не, бля полный!» «Он пожелал тебе терпения, помнишь?» «В смысле?» «Голос терпел это, а он был на твоём месте!» «В смысле?» «Он переживал всё то же самое, что пережил ты!» «Теперь лишь тебе осталось пережить то, что пережил он!» «И помни, нельзя нарушить цикл!» «Ты должен убить себя в 25 лет!» «То есть я тоже попаду в Савёнок?» «Да!» «Теперь ты — голос!» «Осталось лишь наблюдать за самим собой 25 лет!» «И я...» «Я не могу поверить в это!» «Так происходит веками!» «Веками Семён превращается в голос и в конце убивает тебя, ставя Семёна на место нового голоса!» «Да бред же!» «Нет, это ваша сущность!» «Ладно, думаю, он не скоро тебя услышит!» «К тому же он ещё ребёнок!» «Это... это и вправду я родился?» «Да, освежишь память за прожившие... 25 лет!» «Так, вот почему он говорил, что жить полвека — это много!» «И шо мне остаётся?» «Сидеть и наблюдать за собой 25 лет, после чего на неделю появиться у него в голове и попытаться сделать его нормальным человеком!» «А потом разочароваться в нём и понять, что голос был прав и сделать то, что пару часов назад сделал голос!» «Ну уж нет, я сделаю из него нормального человека!» «И нарушу цикл!» «Да, так каждый думает!» «А в итоге ничего и не выходит!» «Ему было всё равно, виноват ли ты в смерти Алисы или нет!» «Он лишь хотел собственного тела, потому что имел его когда-то как и Тэп!» «И поняв, что тело ни он, ни его голос, ни предыдущие голоса не смогли получить, он решил просто убить себя!» «И он нашёл выход!» «Пусть и своеобразно!» «До встречи через 25 лет!» «Удачи!» «Конец!» «Вообщем, титры мне был план!» «Ну, шо ж...» «Вот так...» «Это лишь первая концовка!» «До-до-до-до-до, поэтому не вымывайте!» «Подписывайтесь на канал!» «Нихуй тебе! Пошёл нокуй со своей группой!» «В пизду в мастерскую!» «Поздравляю с наступлением 2К17!» «Да-да-да-да!» «Всего наилучшего!» «Да-да-да!» «Не прощаюсь!» что же на этом я запутался что собирался говорить на этом рот голоса к пацанскому лету заканчивается и никто не будет знать что видос очень коротким получился что же спасибо что смотрели теперь мы возвращаемся к круту по моему славе да круто славе его мы уже продолжим проходить в следующий раз а сегодня на этом все но давайте еще поговорим о 25 секунд и чтобы мне было из чего добилить видос до 20 секунд и можно было вставить чуть побольше реклама также не забывайте подписываться на мой канал чтобы у меня там не отобрали монетизация потому что тогда я делать не буду о все давайте еще короче немного поговорим тут надо хронометраж дотянуть надеюсь вы все понимаете а теперь уже можно и заканчивать все хронометраж дотянули на те 0 и теперь надо еще кого-то натянуть в случае придут делать на этом все всем спасибо за просмотр и всем пока